Не было в Европе преступника более разыскиваемого, более кровавого, чем художник. Он писал кровью. Условности мира действуют только на людей низкого звания. Ни для кого не секрет, что властимущий сам пишет свой кодекс морали. После самой кровавой перестрелки в истории английского Скотланд-Ярда за Петром художником охотились все полицейские и шпионы Европы. Он стал личным врагом британской короны. Более 20 лет международный аферист Петр Художник, он же Мишиц, поражал воображение публики разнообразием своих интересов. Действуя не просто под носом, но от имени полиции и правительства, Мишиц проворачивал миллионные аферы, развязывал войны, определял будущее Европы. Нет ничего проще растворить в воздухе пару миллионов. Я мог заставить исчезнуть с карты Европы целую страну. Несомненный бред величия, чистейший лабораторный образец. Он считал себя гением и, если честно, то небезосновательным. Ночью 16 декабря 1910 года у Уайльчепеле в восточном районе Лондона поднялся нешуточный переполох. Неизвестные решили просверлить стенку ювелирного магазина. Преступники явно были не профессионалы, а то знали бы, что район еврейский, и ночью в субботу никто здесь не спит. Вызвали полицию, которая пунктуально по-английски окружила грабителей и предложила им сдаться. Но тут случилось непредвиденное. Как известно, английские бобби из оружия имеют исключительно дубинку. Высокий авторитет королевской власти и негласный закон между бандитами запрещает преступникам пользоваться огнестрельным оружием. Как, впрочем, и полицейским. Пятеро полицейских, которые прибыли на вызов, не подозревали, что имеют дело с русскими анархистами, у которых свои представления о морали. Как говорил наш первый террорист Нечаев, нравственно все, что служит делу революции. Когда англичане с буковыми дубинками велели преступникам сдаться, борцы за рабочее дело достали оружие и уложили на месте безоружного констебля и двух сержантов, ранив остальных полицейских. Это самое кровавое побоище, которое знала английская полиция за всю свою историю. Британия пришла в ужас. Лондон был поднят на ноги. Спустя неделю революционеров обнаружили в доме на Сидней-стрит. Туда немедленно подтянули 50 полицейских. Все еще не мог консервативный полицейский Бобби стрелять в живого человека. Анархисты открыли из дома по полицейским беглый огонь. Англичане подтянули подкрепление из еще 200 полицейских. Осада шла уже 10 часов. Подтянули еще 700 полицейских. Шотландских гвардейцев с пулеметом, саперов и два артиллерийских орудия. Руководил осадой лично министр внутренних дел Уинстон Черчилль. Дом подожгли. Ворвавшиеся в здание полицейские обнаружили тела двух революционеров – Якова Фогеля и Фрица Сварса. Позже задержали и судили еще двух террористов, якобы замешанных в перестрелке – Нину Васильеву и Якоба Петерса. Но организатора ограбления Фемида так и не настигла. Взяв свою долю награбленного, он сразу после налета на ювелирный магазин отбыл пароходом в Марсель, а затем в Одессу. Все, что удалось выяснить Скотланд-Ярду, что организатора ограбления, виновника смерти шести людей и самого кровавого побоища в истории Скотланд-Ярда, звали... За восемь лет до перестрелки в Лондоне в Одессе случился немалый переполох. Прогорел банк «Морской кредит». Сотни вкладчиков лишились нажитого. Сумма убытка превышала миллион рублей. Именно этот скандал обсуждал пристав Войцеховский со своим новым знакомцем Петром Мишицем. Молодой болгарин, весьма обходительный человек, давно стал своим в участке. Да и что там, в доме пристава. В отношениях пристава к молодому человеку сквозила просто-таки отеческая любовь. Но любовь, как говорится, с интересом. Я обещал приставу Войцеховскому сосватать купчиху. Водовицу с миллионным приданным. Старик пока еще сопротивлялся, но больше для виду. Очень милый человек, воспитанный. Владелец приличной брачной конторы. Он подавал большие надежды. Были у пристава и нечистые делишки с Мишицем. Вся Одесса знала, что Мишиц – фермитлер. По-десски это посредник, устраивающий кандидатов на должности за взятку. Чтобы передать деньги и не попасться, нужен доверенный человек. И Мишиц очень скоро стал таким посредником у градоначальниковой свиты и в полиции. Войцеховский похвастал, что задержал наконец-то аферистов, управляющих банка «Морской кредит». Пристав поведал, что аферисты пытаются свалить все на какого-то художника. Некий загадочный аферист нанял через посредников подставных банкиров и пообещал им в случае ареста хорошие места в камерах. Скорое освобождение и значительное выходное пособие – несколько тысяч рублей. Во время обсуждения ареста членов правления банка «Морской кредит» Мишиц узнал главное – подставные директора не выдали своего главаря. Отправлять в Тобольскую каторгу их будут завтра утром. И ранним утром, пока Одесса спала, в ста метрах от перона, где стоял поезд, неизвестные, оглушив полицейских, обезвредили конвой. Двух членов правления банка «Морской кредит» злоумышленники посадили, но не в направлении Тобольска, а на Варшавский поезд. Уже как пассажиров первого класса. Пока полиция переворачивала вверх дном все малины, аферисты, не сдавшие своего хозяина – художника, тихо, мирно ехали на новое место работы – в Варшаву. У художника были филиалы во многих городах. Если знаешь где, то всегда придумаешь как. А благодаря старому даруку Войцеховскому я узнал, что задержанные готовят к отправке. Осталось перехватить их при конвоировании из крепости на вокзал. Петр Мишиц Шоп был более чем популярен в Одессе. По слухам, этот молодой приличный человек чуть-чуть болгарен и, похоже, немножечко еврей. Иные называли его македонским князем в изгнании. Он не был транжирой, но посещал все скачки и рауты. Вел себя невызывающе и вполне с достоинством. Вскоре был вхож без очереди в любую государственную контору. Для того, чтобы расцветало мошенничество, много не надо. Нужна питательная среда, маздоимство, полотенекоррупция. У нас в империи этот слой очень плодородный. Посредники, заносители фермитлеры, уже давно выросли в отдельный класс, неприкосновенных для полиции и неосудных. Нельзя было сражать Мишица, иначе рухнет вся коррупционная пирамида от урядника до губернатора. Слишком он был свой человек. Другой причиной бешеной популярности Мишица были две принадлежащие ему брачные конторы, которые могли подыскать пару любому, даже совсем отчаявшемуся сердцу. Конечно, в особых случаях и цена была особая. Мишица смог сосватать девицу для житомирского портного за гонорар в 500 ссылковых, а мог и породнить с родовитым английским лордом. Одесский листок. Брачная контора Гиминей господина Мишица гарантированно обеспечит приличным дамам достойный брачный союз с избранником всей вашей жизни за умеренную плату. Имеется большой выбор иностранцев, женихов из-за границ. Мария Снежкина, сирота и старая дева, через год после смерти папаши-деспота осознала, 15 миллионов наследства делают ее неотразимой красавицей. Выскакивать замуж, а бы за кого намерения у достойной и богатой невесты не было. Хотелось бросить этот задрипанный край, в котором она томилась, как птица в золотой клетке, и уехать, умчаться в солнечную Италию, любвеобильную Францию, чопорный Альбион. Нет ни одной другой нации, которая бы так любила родину и так стремилась сбежать на чужби. Из смех и грех. Правда. Гоголь писал Тараса Бульбу под воздействием итальянских макарон. Тургенев любил родину из Баден-Бадена. Господин Горький боролся за права трудящихся дистанционно с острова Каприи. И это я еще господ социалистов не вспоминаю. Держатель брачной конторы мсье Мишиц, прекрасно разбиравшийся в тонкой женской натуре, уловил невысказанное желание Машеньки и выискал ей не просто лучшую партию, а отпрыска самого герцога Кентерберийского Майкла. Загвоздка. По правилам майората, младшие дети английских дворян не получали ничего, кроме титула. Дабы не дробить капитал, все замки и угодья доставались старшему сыну. Но благородная стать Виконта Майкла, его величественная красота и не нуждались в обрамлении капитала, который, напротив, имелся у Машеньки. Знал я этого Майкла. На Молдаванке его звали Мишка Казапас, известный кот-сутенер. Молодые люди мгновенно забыли об условностях, так как испытали симпатию в первые же минуты общения. Машенька тут же решила покончить с формальностями. Мишец получил пять тысяч рублей за услуги посредника. Вообще-то я беру за такой контракт десять тысяч. Но две я пожертвовал молодым в качестве свадебного подарка. Такая роскошная пара. На следующий день витающая в облаках Машенька дала объявление о продаже дома и выкупила три билета в Париж и уже из Франции. После медового месяца они отправятся в Туманный Альбион при светлой очи герцога Кентерберийского. Простившись с прислугой и соседями, Машенька налегке только с чековой книжкой, драгоценностями и горничной наперстницей Глашей отправилась в счастливое будущее. Дурёхи не догадывались, что путь в Париж лежит через одесские катакомбы. Мишец родился в Македонии, в стране, которой пять столетий терзали османы. Почти полторы тысячи лет это было где-то невольников для торгов. Для Мишица работорговля это так же естественно, как для нас на базаре купить курицу и зарезать. Мария и Глаша еще не знали, что находится только в первом кругу ада. Мишец не просто остриг невесту, как овцу. Он собирался использовать всю ее вместе с рогами и копытами. Сутки Глаша и Мария ожидали покупателя. Пришедший на второй день сутенер Турок радостно выложил за хорошенькую Глашу 1500 рублей. Что до Марии, то за нее сторговались за 400. Так осуществилась мечта Марии Снежкиной. Богатой купеческой дочери покинуть унылое отечество. Торговлю живым товаром в Одессе часто пытались поставить на поток. Но обычно это дело быстро прикрывали. Если не поспевала полиция, то бандитов выбивали босяки Корнилова. Но в этот раз о пропажах дам даже не догадывались. Как же все-таки безобразно черствым и к окружающим, если не замечали этот непрекращающийся поток рабства прямо у нас под носом? Не мудрено. И соседи не поднимали шума, поскольку женщины сами хвастались об отъезде за границу с богатым женихом. Им казалось естественным, что счастливые обитательницы Парижа и Монте-Карло не пишут писем. Видимо, не желают вспоминать лапотное отечество. А кому приятно? Мишиц расширял свою работорговлю. Его подручные воровали уже и обычных одесских девушек. А потом морским контрабандным путем отправляли их в бордели Турции и страны Ближнего Востока. Но одной пленнице удалось сбежать и добраться из Турции домой, в Одессу. Логово бандитов окружили. Во время перестрелки всех охранников перестреляли. Мишицу удалось уйти. В городе разразился чудовищный скандал. Владельцев брачных контор подвергали жестокому допросу. Мишиц же, как всегда, не имел никакого отношения к случившемуся. В чем всех лично заверял пристав Войцеховский. Сосватал я приставу Войцеховскому грудастую купчиху. Такую жирную гагару. Начиная с середины 19 века, гордые болганские народы отвоевывали свою независимость. Новорожденные королевства Сербия, Болгария, Греция и Черногория потихоньку расширяли свои границы за счет территориальных претензий. Так Болгария и Черногория все никак не могли разделить между собой Македонию, родину Мишица. К тому же Балканы находились в своеобразном политическом тектоническом разломе. На стыке трех вечно враждующих империй. Османской, Российской и Австрийской. Назрела очередная Балканская война. Точнее сразу две. Черногория, Греция и Сербия напали на Турцию. Российская империя создала у этих народов ложное чувство свободы. Они стали заложниками политических игр империи и бесконечным полем боя. Именно здесь, в Сараево, со временем начнется и Первая мировая война. Естественно, для войны с Турцией, сербам и грекам нужно оружие. А открыто поставить его империя не могла. Тут и пригодился посредник Мишиц. Достоверно известно, что он отправляет несколько военных грузов в Македонию. Это винтовки, орудия, боеприпасы. Мишиц рожден для контрабанды. Можно сказать с уверенностью, что к развязыванию Первой Балканской войны в 1912 году Петр художник имеет непосредственное отношение. В третьем управлении мне неоднократно намекали, что Петр негласно состоит на службе у государя императора. Судя по фактам, Мишиц состоял на службе не у одного императора, а сразу у нескольких. Позднее, во время первого ареста, жандармы обнаружат у него пять различных паспортов. Петр Шопов, болгарский граф, Иван Нефедов, купец из Симбирска, Михаэль Тапочкин, инженер-конструктор, шотландец О'Конор. Парадокс в том, что все эти паспорта были подлинными. Петр художник оказывает посреднические услуги охранке и участвует в налетах анархистов. Вооружает сербских повстанцев и продает сведения турецким шпионам. У нашего Наполеона было чего развиться в бреду величия. Он действительно был бесконечно талант. Петр прекрасно рисовал. В его доме было много картины, даже скульптура его собственной работы. За это его и прозвали художник. Но описал он больше кровью. Убирал свидетелей, сыщиков не задумываясь. За что был в очень большом почете у эсеров и анархистов. Стрелял с широким македонским размахом, как в тире. Свидетелей, например, невест обобранных, если не было на них покупателей, убивал без зазрения совести. Химерой совести Мишец обременен явно не был. Да, художник. Но все его работы были портретами. Точнее, автопортретами. Рисовал Мишец исключительно себя. На одной из картин он изобразил себя в древнеривской тоге свинцом императора на челе. Таким, знаете ли, цезарем. Хотя точнее, нейроном. Когда третье управление допустило его к железнодорожным перевозкам секретных грузов, они не знали, какую лесу запускают в Курятник. Подпустить Мишеца к железнодорожным перевозкам секретных грузов и впрямь было решением опрометчивым. Оценив масштаб возможного барыша, Мишец организовал блестящую задумку – железнодорожную аферу. Главному одесскому фирмитлеру ничего не стоило устроить на ключевые должности в управлении дорог несколько своих агентов. Все, что им нужно было сделать, это немного подкорректировать график перевозок. Лето было жарким, и часто скоропортящийся товар, говядина, фрукты в вагонах, попросту пропадал. Мы пытались с этим бороться, но ведь железная дорога – штука непредсказуемая. Я направлял эшелоны с продуктами в отстойники под предлогом того, что нужно пропустить срочные грузы, в том числе военную технику. Тем временем товарники разгружали, а подельники Мишеца сбывали фрукты. Через несколько дней после кражи фруктов в железнодорожном ведомстве чиновники якобы вспоминали про просроченные вагоны и списывали скоропортящийся груз. Железная дорога платила хозяевам неустойки. Наплыв фруктов на рынке привлек наше внимание. Весь привоз был завален мандаринами и лимонами, и никаких документов. Мы быстро наказали виновных, и скоро пресеклись ей преступления. Не так уж и скоро я успел заработать полмиллиона рублей. Гудини, мальчишка рядом с ним, он растворял в воздухе эшелоны. Там, где вся эта коррупционная ржавая имперская система натужно скрипела, буксовала, давала сбой, моя корпорация работала как часы. В нужный момент вагоны разгружались, в нужное время товары сбывались на рынке. Каждый килограмм был занесен в ведомость, каждый рубль учтен. Я скажу одну крамольную вещь. Если бы в этой продажной, фертмитлерской системе таких людей, как Мишиц, назначали руководить железными дорогами, индустриями, то они давно бы всю эту лападную грязь разгребли. Как когда-то Дерибас и Лонжерон. Много, много от человека все-таки зависит. Таким людям дорога или в аферисты, или к диктатору. В нашей продажной системе ему делать нечего. Если попадет такой незаурядный человек в правительство, не сомневайтесь, пристрелят, как Столыпина. Всем он мешает. Тем временем на Балканах, куда Мишиц поставлял оружие, прозвучал трагический выстрел. В Сараево был застрелен эрсгерцог Фердинанд, и Европа на 4 года погрузится в мировую бойню. На фронтах погибнет 10 миллионов солдат. Еще 20 миллионов станут калеками. Будут испробованы отравляющие газы, изобретены танки и проведены первые авиационные бомбардировки. В 2014 году начались миллионные мобилизации. Тысячи эшелонов с провиантом и оружием направлялись на фронт. Золотое время для Петра Мишица. Как там у Островского? Человек рожден для счастья, как птица для полета? Мне как-то показалось, что фраза эта имеет другой смысл. Счастлив тот, кто рожден для полета. Петербургский вестник. В районе Желтиева, Галиция, штабс-капитан Местеров заметил летящий над нашим расположением австрийский аэроплан, собиравшийся бросить бомбы. Местеров атаковал неприятеля и протаранил неприятельский аппарат, предотвратив жертвы в наших войсках. Сам Местеров погиб смертью героя. Одесса. В ответ на смерть штабс-капитана Местерова одесские купцы и мещане создали общество «Русский авиатор» с целью создания аэроплана новой конструкции. Смерть Местерова была национальной трагедией. Самое страшное было то, что высочайшим указом русским летчикам запретили пользоваться парашютами, чтобы не выпрыгивали из дорогих аэропланов и пытались спасти технику любой ценой. Так до 16-го года и пролетали. Смертниками. Весть о смерти великого авиатора повергла публику в яростное негодование. Тут Петр Мишец внезапно заявил, «Империи нужен чудо-аэроплан, достойный великих авиаторов. Аэроплан, который сможет безнаказанно таранить, крошить вражеские аппараты». Внезапно выяснилось, что сам Мишец – дипломированный инженер, и все свои деньги он с этой минуты вложит в постройку самого надежного в мире аэроплана собственной системы. Уже на следующий день в Одессе развернулась подписка на строительство нового летательного аппарата, который принесет империи победу и прославит одесситов в веках. Помимо того, аэроплан, несомненно, приобретет военное ведомство, а значит, все вкладчики буквально озолотятся. Чем идиотичнее идея, тем легче в нее верят. Один англичанин, Джонсон, как-то сказал, «Патриотизм – последнее прибежище негодяев». Я бы добавил, и дураков. Одесский листок. В Одессе завершается постройка современного биплана оригинальной конструкции инженера Петра Мишица. Сообщается, что военное ведомство собирается заказать Тигурскому заводу пробную партию из пяти аэропланов. Одесситы. Час победы близок. Деньги на строительство грандиозного одесского биплана в организованное Мишицем общество «Русский авиатор» текли рекой. Несли копейку мастеровые и бендюжники, прачки и селяня. Сбор шел и в высших кругах. Подписывались купцы и промышленники. Еще бы! Ведь проектом занимается не кто-нибудь, а внебрачный сын самого градоначальника. Такую утку с пленем. Пустили люди Мишица. Расчет был верный. Все крупные промышленники даже в случае неудачи могли себя успокаивать, что это была скрытая взятка градоначальнику. Действия Петра художника очень спонтанные и неожиданные. С первого взгляда все напоминает плохо продуманный балаган. Любая афера, железнодорожная, похищение в Довже, перестрелка в Лондоне, они выглядят как плохо продуманные, но это не так. Отход в тень Мишиц всегда планировал заранее и очень тщательно. Тем временем сумма в фонде «Русский авиатор» перевалила за миллион рублей. Репортеры следили за всеми этапами сооружения чудо-техники. Не было в Одессе человека, не хвалившегося тем, что и его трудовая копейка вложена в копилку великой победы государя-императора над бурбонами. И тут весь патриотизм лопнул, как мыльный пузырь. Лопнул громко и с брызгами. Одесский листок. С прискорбием сообщаем, что чудо-самолет конструкции инженера Мишица разбился при пробном полете в небе Бессарабии. В 9 часов 30 минут утра Биплан легко оторвался от земли и показал несколько фигур высшего пилотажа. Затем Биплан взорвался в воздухе и рухнул. Сам инженер Петро Мишиц, пилотирующий летательный аппарат, разбился при катастрофе. В прессе был размещен и снимок обломков самолета. Вкладчики кинулись к дому Мишица, но какое счастье! Авиатор остался жив! Все рвались пожать руку доблестному конструктору, но правая рука воздухоплавателя была раздроблена и забинтована. Эмоций героя тоже было не рассмотреть под бинтами. Голову он повредил во время аварии. На вопросы отвечал сумбурно и нехотя. Но уже через пару дней раненый оклемался и весело успокаивал вкладчиков. Как только рука заживет, мы продолжим наше святое дело. Видя мужество одесского Икара, как-то в горле застревали вопросы о дивидендах и потраченных деньгах. Этот прохвост чуть ли не оболванил вкладчиков русского авиатора. Но все же таки фортель не прошел. У толстосумов закралось сомнение. Они наняли специалистов-инженеров для детального расследования. На месте крушения обнаружили лишь обгоревшие доски и фанеру. Ни одного агрегата аэроплана выявлено не было. В общем, пошло и поехало. Изучили фотографию разбитого самолета. Это казался старый газетный снимок с потерпевшим крушение австрийским самолетом. Полиция кинулась арестовывать афериста. Получив от городского прокурора ордер на арест, полиция явилась на квартиру к Петру Мишицу. Предъявив мошеннику обвинение, тут же разрезали гипс. И, о чудо, рука была абсолютно здорова. Если бы не полиция, вкладчики убили бы негодяя, на месте. Аферист специально перебинтовал правую руку, чтобы не подписывать векселя и обязательства, и собирался дальше водить за нос вкладчиков. Провели обыск и выявили кучу подложенных печати. Большое количество ядов, оружия, бланков, весь арсенал международного авантюриста. Также было изъято 200 тысяч рублей, валюту и паспорта на пятерых людей. Сумасшедший век. Нормальный, воспитанный, интеллигентный человек ввязывается в аферу с авиацией. Я хотел лично расспросить Мишца, что случилось, как он до этого докатился. Но это был уже совсем другой человек. Молодой и энергичный Михаил Мишец основывает в Одессе начало века брачную контору. Богатых вдов и девиц он за небольшую мзду успешно выдает замуж за именитых иностранцев. Но потом барыни бесследно испаряются вместе с капиталом и драгоценностями. Выяснилось, дам под видом аглицких женихов обирали авантюриста Петра Мишица и продавали в турецкие бордели. Одновременно Мишиц проворачивает ряд банковских афер и сотрудничает с разведками сразу нескольких стран и экстремистскими политическими партиями. Он известен британской разведке как русский анархист Петр Художник, устроивший в Лондоне в 1910 году самое кровавое побоище в истории Скотланд-Ярда. Турецкая разведка охотится за неуловимым сербом Станичем, поставляющим боеприпасы в Македонию и Сербию. А в это время всеми уважаемый одессит Петр Мишиц организовывает миллионные Панамы аферы, всегда идеально продумывая их завершение. Еще ни разу его не удавалось поймать за руку русский авиатор первая фиаско Мишица, когда властям удалось схватить авантюриста с поличным. не только деньги мои, но и жизнь свою до последней капли крови славянской возложу на алтарь победы. Когда раскрылся афера с несуществующим самолетом, я помчался в участок, взгляну Мишицу в глаза. Это был совсем другой человек, совсем другой человек, это был не Мишиц. Задержанного в участке разбинтовали и под бинтами оказался какой-то абсолютно незнакомый тихий человечишка. После длительного допроса выяснилось следующее. Задержанный господин был лишь двойником разыскиваемого Петра Мишица. Лжепетр за хорошие деньги успешно исполнял роль подставного шефа. Он отвлекал на себя внимание вкладчиков и одновременно успокаивал их, чтобы не поднимали хиппиш. Пока раненый инженер тут, деньги никуда не денутся. Все вкладчики спокойно ожидали выздоровления конструктора и возобновления грандиозного проекта. А в это время Мишиц уже торговал оружием в Болгарии и даже участвовал в огравлениях с анархистами в Польше. Подлец! Мишиц все это время водил за нос, издевался над святым, патриотизмом верных сынов государя-императора. Крал из военной казны еще и шпионил. Я думаю, он был налетчиком с процента. Организовывал ограбление, экспроприацию для СССРа. Как они это называли? Экс. Партии нужны были деньги, но воровали социалисты плохо, громко, как в Лондоне, поэтому могли пригласить Мишиц на Экс, а потом разделить деньги пополам. Что-что, а планировать он умел блестяще. Вернувшись спустя три месяца в Одессу, Петр художник теперь жил не в особняке в центре города, а на съемных пригородных дачах. Гений конспирации виртуозно менял внешность, вмиг превращаясь из солидного человека в портового бендюжника. Как не гонялись за Мишицем, он все оставался неуловимым. Но на каждую старуху бывает проруха. История аферистов и вообще преступников очень отличаются друг от друга. Разная мотивация, месть, нажива, игромания, разная манера. Но вот попадаются они все почему-то одинаково. Чаще всего это момент, когда они абсолютно уверены в своей невиновности. Мишиц постоянно подсовывал полиции подставных. Как говорят уголовники, терпил. Но в то же время мог пойти на перестрелку ради их свободы. Освобождал из тюрьмы. Он, как диктатор, понимал всю важность кадрового вопроса. На него работали лучшие. Но к 1915 году людей его уже разыскивали. Многих арестовали. Мишиц сохранил только пятерых ближайших соратников. И начал вербовку новых подельников. И вот на этом он и прокалывался. Однажды в полицейский участок принесли странную купюру. Какой-то босяк расплатился ею на привозе. Купюра оказалась динаром. Мало того, что это был сербский динар. Он был еще и фальшивом. Начали слежку. Купюр обнаружилось множество. В конечном счете выяснили, печатают фальшивые динары на дачах Шаламониса на 11 линии. Полиция нагрянула и арестовала всех присутствующих. Под общую гребенку случайно попал и неуловимый Мишиц. На дачах нашли 2 миллиона фальшивых динаров. Их-то Мишиц и печатал. Один из головорезов Мишица, новичок, охранявший подпольный цех, залез в мешок с фальшивками, да и зачерпнул горсть, чтобы выпить в выходной. Этим обрушил миллионную аферу из-за бутылки водки. Мишиц, понятно, просчитывал другое окончание аферы. Только вот карты ему достались буквально шестерки. Человек предполагает, а бог, как говорят в Одессе, фраера медь. Вот только непонятно, почему он производил динары. Такая сумма фальшивок могла легко обрушить экономику крохотной Сербии, да еще и во время войны. Зачем Мишицу обрушивать экономику союзной Сербии? Строились различные догадки. Выдвигались версии, что Мишиц хотел на эти деньги устроить восстание за независимость родной Македонии. Идея, конечно, идиотская, но мне нравится. Человек с манией величия Мишица вполне мог возомнить себя королем Македонии. С двумя миллионами он мог поиграть в диктатора. Он был рожден диктатор. Я думаю, все проще. Его наняли немцы или турки, чтобы обвалить экономику Сербии, союзника России. А для Мишица деньги не пахнут. Ему удобно было изготавливать фальшивые динары в России и через Болгарию забрасывать их в Сербию. Во время допросов Мишиц вел себя дерзко, но спокойно. Создавалось впечатление, что арест его не тревожит. И, как оказалось, был прав. Остались у Фермитлера еще высокие покровители. Суд приговорил его к жалким двум годам тюрьмы. Приговор был смешен даже для погрязшей в коррупции Одессы. Но здесь скорее было не заступничество властей, которые были оскорблены его выходками, а вмешательство думских депутатов, социалистов, тесно связанных с Мишицем еще с лондонских времен. Так или иначе, наказание было просто несоизмеримо смешным. Даже если он хотел стать диктатором на Балканах, мы это дело предотвратили. Все его миллионы были конфискованы жандармами и пошли на благо короны. А тем временем война все сильнее сталкивала империю в пропасть. Направление генерального наступления на фронте определяли по снам старца Гришки Распутина. Немцы массово поддерживали социалистов и эсеров и покушения на должностных лиц происходили каждую неделю. Революция и крах приближались. Ввели пайки, сухой закон, но именно запрет на алкоголь всколыхнул народные массы. Начались беспорядки и бунты. 12 февраля сбор учредителей фонда по сбору средств для пантеона великих славянских деятелей состоится в купеческом присутствии по адресу Лиговский 12 в 6 часов вечера. На фоне беспорядков вновь оживились черносотенные банды, уропатриотические объединения, прекрасное поле деятельности для авантюриста. Неизвестно, кто на этот раз помог Мишицу. Разведка, жандармерия, депутаты от социалистов, масонская ложа. Но вышел он из тюрьмы очень скоро. Конечно, он сменил фамилию, но уже в 1917 году лицо афериста мелькает на фотографии съезда славянофилов. Он организует сбор средств для сооружения пантеона славянских деятелей. Стало весьма выгодно разрабатывать патриотическую жилу. У славян свой путь, богом данный. Мы должны держаться вместе, не надеясь на порядочность Запада и готовясь отразить нападение с Востока. Три кита будущего славянской общины. Раса, вера, порядок. Мне кажется, Мишец прообраз политиков будущего. Он несет объемную чушь просто из расчета того, что люди кретины. Самое обидное, конечно, что он прав. Империя это молодой резвый бык, которому вцепилась в морду свора европейских собак. Но мы скинем этих шавок в океан и еще помоем свои сапоги и в желтом, и в Средиземном море. Все, что у нас есть, славянское нерушимое братство и православие, наши скрепы. И еще в Индийском океане можно помыть сапоги. Никто никогда так и не увидел этого прекрасно задуманного пантеона Петра художника. Не увидели и денег, вложенных в фонд строительства. Хотя, возможно, он и впрямь собирался его построить, но революция помешала. В 1917 году Мишиц вновь приезжает в Одессу, уже под своей фамилией. Он приехал с мандатом комиссара временного правительства. Теперь он был властью. Вернувшись в Одессу в 1917 году Мишиц занимается грабежами и разбоем. Его старая банда вновь начинает вымогать деньги у ювелиров, бывших полицейских и других состоятельных граждан. Он обставляет свои грабежи как конфискацию имущества в пользу республики. Не знающий меры Мишиц очень быстро нажил себе новых врагов. Среди ограбленных оказался адвокат Павловский, который часто защищал на процессах уголовников и анархистов. Урки объявили на Мишица охоту и он едва унес ноги из города. Я подозреваю, что этот негодяй подготовил пути к отступлению заранее. Впрочем, как всегда. Ведь деньги, которые награбила банда Мишица, исчезли вместе с главарем. Вот ж поистине шальма, а? Вероятно, он поехал в Европу основывать свою республику или королевство. Кто знает. Время было благоприятное для диктаторов и уголовников. В январе месяце большевики и уголовники захватили власть в Одессе. Первое, что сделала новая власть, уничтожила картотеку уголовного розыска. Среди 16 тысяч сожженных досье было и дело Петра художника. Затем новая власть занялась рэкетом в лучших традициях Петра Мишица. Одесский листок 21 января 1918 года. Ввиду катастрофичной нехватки финансовых средств, Совет Одесской Республики принял решение взять в заложники 69 наиболее состоятельных одесситов с целью получения от них выкупа для пополнения городской казны. Одно время ходили слухи, что Мишица видели в Македонии и Хорватии, где происходили события не менее безумные и кровавые чем в Одессе. Гамбургские новости 1919 группа итальянских авантюристов захватила хорватский припортовый город Риеку. Главарь захватчиков драматург Габриэль Дануцца объявил себя диктатором независимого государства Фиуме. Итальянские власти заявляют, что ничего общего с авантюристом не имеют. Диктатором Дануцца было переточным, а вот кровь лилась настоящей. В республике Фуиме были впервые отработаны факельные шествия в черных рубашках и древнеримское приветствие вот это хай которое очень скоро к сожалению станут модными и популярными в Европе. Свою родину я несу с собой в сердце. Как и свою идею. Моя родина там, где труд мой будет оценен и полезен обществу. И я готов менять свои привычки убеждения на пользу новому порядку. Только дураки не меняют своих убеждений. Более о Мишице в Одессе не слышали. Учитывая ум и изворотливость этого злого гения, не исключено, что Петр художник продолжил свою шпионскую деятельность в Европе, где на смену демократии шла эпоха диктаторов. демократия бесхребетна. Это ложный миф о всеобщем счастье и безостановочном прогрессе. Уничтожить эти химеры призваны люди, готовые взять на себя ответственность за всю полноту власти. Безусловно, новое время нуждалось в Мишицах. И он без сомнения проявил себя в деле, для которого родился. А рожден он был для одного, для террора. Человек с тысячей лиц затерялся. Остается вопрос, по какую линию фронта? Такие, как Мишиц, требовались в НКВД и в гестапо, в концлагерях и в ГУЛАГе, СМЕРШе и Абвере. Дучи прав. Большевизм строится на теориях фашизма реальности. Чтобы сохранять здоровый тонус, нация должна воевать каждые 25 лет. Мишиц был абсолютно безнравственным подлецом. Но чего у него не отнять, будущее он предвидел верно. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова